Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задой и это новостной выпуск по итогам очередной рабочей недели. В сегодняшнем видео обсуждаем следующие новости. В правительстве хотят повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Россияне миллионами выходят из бедности. Нефтегазовые доходы федерального бюджета растут. Бухгалтеры и охранники останутся без работы. На Кришчану Роналду подали коллективный иск на 1 миллиард долларов. Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума. Юань обогнал евро в валютных сбережениях. Стала известна дата выборов президента. Какой курс доллара будет в начале следующего года? Об этом и обо многих других новостях мы поговорим в сегодняшнем нашем видео. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца. Поставьте лайк авансом, ну а мы начинаем. А начнем мы по традиции с того, что посмотрим как завершились торги на основных финансовых площадках. По итогам очередной рабочей недели нефтяные цены на этой неделе опять в минусе 75 долларов 80 центов. Мы видели на закрытии в пятницу по нефти марки Brent. Золото скорректировалось до 2000 трех долларов. Американский фондовый рынок в символическом плюсе. Индекс S&P расположился на уровне 4606 пунктов. Индекс МВБ продолжает снижаться и держится в районе отметки 3080 пунктов. По итогам недели биткоин взлетел до отметки в 43 800 долларов. Индекс доллара вырос до отметки 103 95. А курс доллара на московской бирже прибавил против рубля. И завершились торги на московской бирже основной валютной парой на уровне 91 рубль. 90 копеек за 1 доллар. Итак, давайте начнем с новостей, связанных с рынком недвижимости. В правительстве хотят повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. На текущий момент первоначальный взнос по льготной ипотеке, минимальный первоначальный взнос, составляет 20%. Однако в правительстве предлагают увеличить этот показатель до 30%. Министр финансов Антон Силонов подтвердил, что ведомство внесло в правительство предложение поднять первоначальный взнос до данной отметки. Также предлагается ограничить размер предельной долговой нагрузки до 50%. И помимо этого министерство предлагает урезать вдвое размер кредита в рамках льготных программ для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградских областей. Собственно, на текущий момент, если вы вдруг не в курсе, то вы можете взять льготную ипотеку с минимальным первоначальным платежом 20%, с лимитом 12 миллионов рублей в Москве, Питере, Московской или Ленинградской области. А вот в правительстве предлагают сейчас сократить сумму льготного кредитования для москвичей и петербуржцев до отметки в 6 миллионов рублей. В общем и целом, наверное, в правительстве полагают, что слишком уж сильно разогреты цены на рынки недвижимости именно в наших двух центральных городах и соответствующих областях. И надо корректировать здесь программу льготной ипотеки. Что по этому поводу думаете вы, друзья, напишите в комментариях, как считаете, оправдана ли мера и поможет ли она подсократить каким-то образом темпы роста цен на недвижимость в столицах двух наших. По данным Банка России число брокерских счетов физлиц увеличилось на 30% за текущий год. За квартал прирост составил 7%, а вот за год по сравнению с данными прошлого третьего квартала рост составил аж целых 30%. Общая стоимость активов физлиц-резидентов на брокерском обслуживании по итогам третьего квартала выросла еще быстрее на 48%. Россияне держат на брокерских счетах более 9 триллионов рублей. При этом подавляющая доля счетов по-прежнему остается нулевой, который, видимо, открывается в банках просто для того, чтобы было. Но россияне, собственно, не так уж спешат деньги на вот эти самые брокерские счета закидывать. Кстати, друзья мои, если у вас есть нулевой брокерский счет, который вы зачем-то открыли и ничего с ним не делали, не пополняли его, никакие акции там не покупали, то напишите, пожалуйста, в комментариях, как так случилось, что у вас, собственно, появился этот счет. Мне кажется, банки просто навязывают и дополнительно к открытию банковских счетов и депозитов просто тут же открывают брокерские счета. Ну, другого объяснения я здесь, честно говоря, найти не могу. Но будет очень интересно почитать ваши комментарии. Еще интересные данные Центробанк представил по чистой прибыли брокеров. По итогам 9 месяцев текущего 2023 года прибыль брокеров увеличилась до 43 миллиардов рублей. Собственно, год назад за те же самые 9 месяцев российский брокерский бизнес заработал всего лишь на всего 4 миллиарда рублей. Получается, что рост почти в 11 раз. В общем-то, неплохой бизнес, согласитесь, брокерский. Росстат зафиксировал снижение числа россиян с доходами ниже границы бедности. Количество бедных снизилось сразу на 1 миллион 200 тысяч человек. По данным за третий квартал 2023 года их количество составило 16 миллионов человек. А это, на секундочку, 11% населения. Что ниже аналогичных показателей 2022 года. Это почти на, собственно, 1%. В прошлом году, напомню, если вдруг вы не в курсе, за чертой бедности жило 17 миллионов россиян или почти 12% населения. Вот так вот. Собственно, как я сказал в начале видео, россияне просто миллионами выходят из бедности. По данным Росстата, это надо уточнить. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре 2023 года превысили месячный базовый уровень. Возможно, кстати, в этом причина, почему россияне так активно выходят из бедности. По опубликованным на этой неделе данным, которые, собственно, опубликовал Минфин, в ноябре нефтегазовые поступления бюджета составили 962 миллиарда рублей. При базе, которую Минфин закладывал на текущий год, в 689 миллиардов. Сейчас коротко объясню, что такое базовый уровень для понимания. Это просто разложенные по месяцам 8 триллионов рублей, которые минимально необходимы бюджету в текущем году для покрытия расходов за счет нефтегаза. Ноябрьские поступления оказались ниже октябрьских. В октябре собрали 1,6 триллиона рублей. Собственно, в ноябре собрали сразу на 41% меньше. Однако в годовом выражении, то есть к ноябрю прошлого 2022 года, прирост составил 11%. Так что все довольно-таки неплохо. По итогам всех 11 месяцев в год нефтегазовые доходы выросли до отметки 8 триллионов 172 миллиарда рублей. То есть получается, что тот самый план 8 триллионов правительство выполнило досрочно. Но это, тем не менее, на 23% меньше, чем было собрано за предыдущий 2022 год. Собственно, сейчас вот почему мы так смотрим на вот эти показатели. Во-первых, очень примечательно, что отставание от прошлого графика поступательно сокращается. Потому что по итогам полугодия отставание от прошлого года было 47%. Напомню, в том числе благодаря достаточно высокому курсу рубля. По итогам трех кварталов отставание составило уже 34,5%. Ну а сейчас от показателей прошлого года мы отстаем всего лишь на 23%. И заслуга этому, конечно же, очень высокий курс доллара. То есть мы продаем нефть, нефть продаем за доллары. Доллары меняем на рубли, рублями наполняем федеральный бюджет. И вот текущий курс американской валюты на российском валютном рынке позволяет российскому бюджету довольно неплохо наполняться вот этими самыми нефтерублями или нефтедолларами, как вам больше нравится. И отставание от графика прошлого года, оно сокращается. Это значит, что еще какое-то время наше правительство будет заинтересовано в высоком курсе доллара. Но после того, как, собственно, завершим мы все вот эти вот сборы, а сейчас уже мы превысили плановые показатели досрочно по текущему году, я не исключаю, что вот как раз в начале 2024-го немножечко отпустят курс доллара, да, немножечко дадут ему ослабнуться, рублю чуть-чуть укрепиться. Ну, о прогнозах по курсу рубля мы поговорим чуточку позже. Там есть очень интересные прогнозы от Сбербанка на начало 2024-го года. В общем, смотрите видео, там в конце мы обязательно об этом поговорим. Власти решили, вот еще на тему валюты и ситуации с российским рублем, власти решили ужесточить контроль за продажей валютной выручки. Решено утвердить с властями график продаж валюты и еженедельно обновлять расписание, раскрыть план управления активами и пассивами и ежемесячно обновлять данные, информировать правительство о неисполненных покупателями обязательствах по контрактам, назвать компании и группы, которые будут продавать валюту и отчитываться об исполнении плана продаж валют. То есть, таким образом, правительство сейчас хочет взять под очень жесткий контроль вот эти самые продажи иностранной валюты на российском валютном рынке. И я не сомневаюсь, что правительство действительно контроль этот сделает более эффективным. И это еще одна галочка в пользу российского рубля, потому что очевидно, что где-то наши компании, которые должны продавать валютную выручку, могут немножечко хитрить. Но когда четко определен регламент того, что нужно согласовывать график продажи, нужно отчитываться об исполнении продаж и так далее, то вот здесь я думаю, что, собственно, уже юлить не получится и больше валюты будет поступать на российский валютный рынок. И в конечном итоге это приведет к укреплению рубля. Ну, в некоторой перспективе, опять же, в какой, чуть позже мы поговорим. Ну, а сейчас давайте чуть о социалочке. Сейчас должны напрячься бухгалтера и охранники. На этой неделе глава Минэкономразвития, господин Решетников, усомнился в эффективности трудоустройства тысяч бухгалтеров. Он заявил о непроизводительной занятости сотрудников бухгалтерии, а также охранников. Цитата. Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает непроизводительную занятость, излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствовать человека в конкретном месте, хотя можно давно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать. Конец цитаты. Собственно, там были высказывания и про бухгалтеров, что нет смысла никакого трудоустраивать тысячу бухгалтеров и так далее. И на самом деле, если, конечно, посмотреть на эту новость глазами какого-нибудь бухгалтера, который, кроме как бухгалтери, ничего больше не умеет, не знает и всю жизнь этим занимался. Сейчас немало есть количество бухгалтеров. Один из них, кстати, сейчас пишет для вас это видео. Я, кто, если не в курсе, по образованию бухгалтера, хоть и ни минуты бухгалтером не работал. Ну вот представьте себе ситуацию. Вот есть бухгалтер какой-то, который всю жизнь занимался бухгалтерией, бухгалтерил, так сказать, или как это правильно назвать. И тут ему говорят, слушай, да ты не сильно нужен, сейчас есть куча онлайн-сервисов, сейчас все автоматизировано, электронный документооборот и так далее, не нужен ты на рабочем месте. И ведь действительно так и происходит, что огромное количество бухгалтеров сейчас уже ведут просто отдельно какие-то фирмы, не работают в постоянной занятости, потому что в этом нет особенной необходимости. И в то же самое время у нас есть огромное количество людей, которые действительно занимаются охраной, охраной различных объектов, промышленных объектов, торговых объектов и прочее, прочее, прочее. И если посмотреть на вот эти новости и заявления господина Решетникова с точки зрения обычного бухгалтера-охранника, окажется ужас-ужас, как же так, что же вы хотите людей лишить возможности зарабатывать деньги, работать там, да, гасить там кредиты, как-то улучшать свою жизнь и так далее. Но с другой стороны, с точки зрения экономики, надо сказать следующую вещь, что бич российской экономики, это очень крайний, 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 я вот не знаю сколько раз еще слово крайний, надо сказать крайне низкая производительность труда. И одна из причин, почему мы с вами так небогато живем, почему у нас так много все-таки бедных, почему у нас такой уровень, низкий уровень зарплат и прочее, прочее. Одна из причин, не главная может быть, но одна из главных причин, это очень низкая производительность нашего труда. И, конечно, люди, которые, к сожалению, да, сидят на рабочих местах просто потому, что в штатном расписании они должны быть, да, или люди, которые, собственно, в общем-то, охраняют какие-то объекты, когда эти объекты вполне можно было бы охранять и при помощи, там, систем видеонаблюдения, то, конечно, это все, действительно, надо согласиться, ну, такая непроизводительная занятость, да, которая, собственно, тоже бьет по российской экономике, в том числе. Здесь же речь не только про охранников и бухгалтеров. Мы понимаем, что сейчас у нас мир очень сильно меняется, и многие профессии, они являются непроизводительными, да, и многие профессии будут заменяться. Огромное количество людей в перспективе, там, 10, 20, 30 лет будут терять свою работу. И поэтому сейчас очень важно, особенно если вы еще находитесь в таком пограничном возрасте, когда уже, может быть, не очень молоды, вот, ну, и уже не очень стары, да, и, там, ближайшие 20-30 лет еще планируете поработать, вам нужно очень критически посмотреть на свою деятельность и задать себе вопрос, а не потеряю ли я работу, потому что придут, там, какие-нибудь роботы, искусственный интеллект, там, да, и прочее, прочее. Я уверен, что, там, лет через 10-20 я не буду записывать эти видеоролики, потому что за меня их будет писать искусственный интеллект, мой аватар, да, и так далее. И поэтому, друзья мои, это плохая новость. Вот, но с другой стороны, я смогу применить свои знания и опыт, возможно, в какую-то другую отрасль, в которую мне нужно сейчас уже глядеть. Так что, друзья мои, если вы хотите не потерять свою работу, да, не потерять возможность к существованию и к жизни в будущем, то ищите возможности учиться, развиваться, и в этом вам, конечно же, можем помочь и мы, в том числе, это компания Аналитика Онлайн. Ссылочка на нас есть в описании к этому видео. Вот у нас буквально в начале следующего года, в январе, стартует курс «Быстрый старт на финансовых рынках». Собственно, там мы рассказываем о том, с чего начать свой путь на финансовых рынках. Мы рассказываем там о том, как выбрать брокера, как пополнить счет у брокера, как выбрать рынок для торговли, как не наделать ошибок в начале пути и даем реальные работающие торговые стратегии, которые может применить любой новичок и начать зарабатывать деньги в качестве дополнительного дохода или, может быть, в перспективе основного дохода на финансовых рынках. Вот эта профессия, профессия трейдера, профессия человека, который умеет грамотно принимать инвестиционные решения, я уверен, еще какое-то количество лет точно будет востребовано, ну и как минимум позволит вам увеличить ваши доходы. В общем, ссылочка на «Быстрый старт» будет в описании к этому видео. Кликайте по ней, регистрируйтесь и буду ждать вас на курсе. Стартуем мы в конце января 29 числа. Сделать себе новогодний подарок или кому-нибудь из своих близких и запишите его на курс, пока есть очень приятные цены для записи. Ну, вернемся к нашим новостям. «Газпромбанк» поднял комиссию за хранение долларов для ИП, юрлиц и физлиц, которые занимаются частной практикой. Ну, проще говоря, для самозанятых. С декабря комиссия составит 1%, а с 2024 года 12% годовых. Вот такая вот новость. Поэтому, если храните деньги в иностранной валюте, в «Газпромбанке» и являетесь юрлицом, ИПшником, либо самозанятым, ну, будьте повнимательнее, там сейчас у вас начнут списывать просто огромные комиссии. Криштиану Роналду попал в самый настоящий водоворот. Против него подан коллективный иск за участие в продвижении токенов. Сумма подданного иска, на секундочку, составляет 1 миллиард долларов. Роналду, если вы не в курсе, запустил собственную коллекцию NFT через крупнейшую криптобиржу мира Binance. В преддверии прошлогоднего чемпионата мира это было сделано, некоторые из самых редких коллекционных экземпляров продавались по цене до 10 тысяч долларов. Обиженные покупатели утверждают, что поддержка Роналду заставила их сделать дорогостоящей и небезопасной инвестицией. Ну и как вы знаете, что рынок NFT довольно сильно пострадал в последнее время. Проще говоря, NFT, которые народ покупал за какие-то баснословные деньги, лихо обвалились. Никому сейчас особо не интересны. Ну а господину Роналду придется как-то расхлебывать вот этот вот иск на 1 миллиард долларов. Тем временем турецкая экономика продолжает испытывать трудности, находится в турбулентности. А турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума. Курс доллара к турецкой лире достиг отметки 29 лир. Годовая инфляция потребительских цен в Турции в ноябре составила почти 62%. Вот мне хочется надеяться, что все-таки Турция сумеет вырваться из вот этого порочного круга обвала национальной валюты и просто какого-то безумного роста цен в экономике. Но уже, конечно, не в этом году. А вот об этом временем сообщают, что юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян. Россияне все чаще выбирают так называемые мягкие валюты сегодня на его долю. В валютном портфеле ВТБ приходится уже более 23%, что превышает показатели евро в евро. Клиенты банка держат всего лишь 17%. По прогнозам ВТБ к концу года китаец, если можно так называть, юань, с большой вероятностью займет более 25% валютных накоплений клиентов. И уверенно потеснит со второй позиции единую европейскую валюту. Ну и, друзья мои, наверное, главная новость этой недели это то, что назначена дата выбора президента Российской Федерации. Они состоятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить 3 дня. Начнется оно 15 марта. 15, 16, 17 марта мы будем выбирать президента Российской Федерации. Совет Федерации назначил выбор, утвердил дату выборов. Так что уже, так сказать, обратного пути нет. И как только появилась эта новость, сразу появилась невероятная интрига, будет ли действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Спикер парламента ДНР, командир батальона Спарта Артем Жога обратился к президенту с просьбой выдвинуться на выборы в 2024 году. И Владимир Путин не стал долго растягивать интригу и ответил согласием. Так что Путину быть, друзья мои, на радость всем россиянам еще как минимум 6 лет. Потому что следующие выборы, мы уже с вами неоднократно говорили, это не выборы президента Российской Федерации, это, конечно же, выборы Владимира Владимировича Путина. Нам просто нужно прийти с вами и подтвердить, что мы доверяем нашему бессменному национальному лидеру. Я, знаете, к дочке подошел, точнее, мы с женой что-то говорили, что вот там назначили дату выборов, вот, и дочка мне подходит и говорит, а что, Путина не будет? Я говорю, да как не будет, точка. То есть она уже, представьте, есть поколение россиян, которые не представляют себе жизнь без Путина, они настолько уже привыкли, вот, что они уже не представляют, что может быть кто-то другой, кроме Путина. Но, к счастью, к нашему великому счастью, еще, как минимум, 6 лет будет Владимир Владимирович Путин. Если вы тоже рады, так же, как я, напишите об этом в комментариях. Ну, а мы закончим этот видеообзор новостей очень важными новостями от Сбербанк CIB. Собственно, аналитики Сбера представили прогноз по рынку на первый квартал 2024 года. В начале следующего года они ждут укрепления рубля до 85 рублей за доллар. Ожидается, что покупки иностранной валюты Центробанком будут незначительными, что благоприятно скажется на курсе рубля. Однако, возможная отмена обязательной продажи валютной выручки, непонятно, зачем ее отменить, если ее хотят ужесточить контроль, или низкие цены на нефть, могут вернуть курс доллара к уровню 90. Наверное, аналитики Сбера не в курсе, что сейчас курс доллара уже 92 и ожидают возвращения к уровню 90. Ну, вот, какая-то такая история непонятная. Также в Сбербанке заявили, что цены на золото будут расти на фоне сохранения высокого спроса со стороны мировых центробанков, а также смягчения монетарной политики ФРС США в первом полугодии 2024 года. В общем, по заверениям аналитиков Сбербанка CIB, мы ожидаем роста золота в начале следующего года, продолжение роста золота, да, и ждем укрепления российской валюты. Но, подчеркну, что это не точно. В общем, какие будут прогнозы, я с вами обязательно поделюсь в начале следующего года. Если вы не смотрели мои видео с прогнозами на декабрь, они еще пока актуальны и могут быть крайне для вас полезны, то обязательно посмотрите на видео, собственно, которое мы записывали буквально на, получается, прошлой неделе. Там есть прогнозы по курсу рубля и техническая картинка, и фундаментальная картинка со всеми объяснениями. В общем, не пропустите эти видео. Всем пока-пока. Продолжение следует...